Товарищи, начинаем очередную лекцию Университет рабочих корреспондентов Название «Государственно-монополистический капитализм как преддверие социализма» Лектор, кандидат экономических наук Борис Николаевич Гавшин Спасибо Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы рассматриваем государственно-монополистический капитализм преддверия социализма И вот рассматривая вот этот путь, государственность и капитализм прошли достаточно большой путь И вспомните, когда у нас появились вообще государства Государства появились тогда, когда появились классы При первобытном общинном строе никакого государства не было И потому что не было классов Как только появились классы, рабы и рабовладельцы Появились и государства, рабовладельческие государства И пошла борьба Борьба за интересы класса Каждый класс стал бороться И рассматривая рабовладельческий строй Были конфликты у нас, если конфликты смотреть между классами? Конечно, были И эти конфликты часто перерождались Какие у нас самые крупные конфликты бывают? Когда происходят военные действия? Надо вспомнить, что такое война И какая война бывает? Война бывает между классами, нациями и государствами И война это вооруженная борьба Вот характерный пример, когда между классами Когда уже осваивались Америку Когда где современные Соединенные Штаты Америки Появились Северные Штаты, Южные Штаты И была между Севером и Югом в Соединенных Штатах борьба Вооруженная борьба То есть война И достаточно кровопролитная Потому что капиталисты считали Что у них более передовой общественно-экономический строй Чем предыдущий А демократы считали, что у них самый демократический Демос народократия, власть, власть народа И быть не может более демократического строя Чем рабовладический Потому что противоположный класс Это не народ А говорящие работающие орудия Которые можно продать, сломать, обменять и так далее Поэтому все добропорядочные грязные, как и в Греции, в Древней и в Италии Это народ А противоположный класс это говорящие работающие орудия И вот Тогда и зародились партии Потому что классовая борьба предусматривает партии Что такое партия? Партия это авангард класса Поэтому капиталисты в Соединенных Штатах Америки придумали свою партию Республиканскую Которая олицетворяет интересы Зародившейся буржуазии Господствующего класса А на юге, посмотрев, что там Уже партии Развитые И в единую партию вошли Как республиканскую Организовали демократическую Которая до сих пор Действует в Соединенных Штатах И Трамп у нас с какой партии? С республиканской А Обама был С демократической Вот с тех времен Вот это шло развитие Потом капитализм Северные Штаты победили Южные Штаты И капитализм стал развиваться Но развивался он везде И в Европе И в нашей стране И мы говорили, что Всегда и подчеркиваем При любом общественно-экономическом строе Могут быть взлеты Могут быть падения Может быть бурное развитие И конечно Более прогрессивный Общественно-экономический строй Конечно Это как более высшая формация Темпы роста Конечно Всегда выше Чем у предыдущего Но мы знаем даже Что и при любом строе Могут быть такие падения И это зависит Конечно От руководителей Господствующего класса Поэтому государство Государство Это орган управления Господствующего класса И вот Наша страна Мы всегда подчеркиваем Что развивалась быстро При Петре Первом Какой был Общественно-экономический строй Феодальный При других Значительно меньше Отдавали территории Терпели поражение И страна не развивалась А деградировалась При других опять Она Развивалась Но Как любая Общественно-экономическая Формация Развивается Поэтому Когда-то Декабристы Выступили На Сенатской площади В Санкт-Петербурге И Это Понесли Серьезное Наказание Были Отправлены В Сибирь И В Забайкалье В Читу Поехали И Молодцы Жены Конечно С ними Поехали Но потом Сам царь Уже в 1861 Году Александр Второй Отменил Крепостное Право За что и Выступали Эти Декабристы И Можно сказать Что с этого Периода С этого момента Пошел Переходный Период От Феодального К Капиталистическому Обществу Это Была Серьезная Борьба Достаточно Бывали И Кровопролитные Воины Ну Например Дошли До Революции В 1905 Году Была Революция Что Эта Революция Дала Пролетарии Выступали Это Уже Появился Парламент И Вот мы Позавчера Отмечали День Конституции Сколько у нас Конституций В нашей Стране Было Шесть Да Шесть Конституций Вот Первая Конституция Уже Закрепляла В 1960 В 1906 Году На следующий Год После Революции Закрепляла Парламентскую Форму Сейчас Мы считаем Что Это Достижение Достижение Буржуазии В развитии А Иван Михайлович Правильно Говорит Уже Более Объемно Вот Например Есть Вот то что Иван Михайлович Говорит Есть У нас В Англии Конституция Но Это Никакая Не Конституция Она Никак Не Прописана Вот Разных Свод Законов Объединили И назвали Это Конституция А Конституции Там Нет И Никто И Не Обсуждал И Никто Не Принимал Конституцию А Свод Законов Это Конституция Вот Такая Была И Несовершенная Совершенно Правильно Булыгинская Дума И Была Закреплена Вот Такой Конституцией Таким Законом А Более Объемная Конституция Появилась Уже После Революции 17-го Года В 18-м Году Поскольку Вот Государство Развивалось И Когда Мы Достигли Капиталистического Общественно Экономического Строя После Тока Февральской Буржуазной Революции Потому Что Сколько Бо Вообще От 800 1861 Года Не Прошло Это Была Постоянная Борьба Добились Добились Но Каждая Власть Как Можно Оценивать Любую Государственную Власть Идут Темпы Развития В Стране Мощными Темпами Или Наоборот С Помощью Реакционных Сил Которые Откат Отдают Откат Назад Страна Не Развивается Государство Как орган Управления Не Предлагает Программы Развития Страны И Идет Деградация Поэтому Не Случайно Уже В Феврале Пришли К Власти И Никакой Программы Развития Страны Не Предложили Если Взять Работу Известную Работу Империализм Как Высшая Стадия Капитализма Которую Ленин Написал В 16 Году Он Показывал Что От Мануфактур Пришли К Государственному Монополистическому Капитализму То есть Иными словами Империализму То есть Когда идет Сращивание Финансового Банковского Капитала И Промышленного Капитала И Объединяются Финансовые Крупные Корпорации И Диктуют Уже Потом Транснациональные Монополии Которые Идет Сращивание Уже Идет Вывоз Капитала Которые Диктуют Диктуют Как Должно Развиваться Государство И Влияние Соответственно Оказывает Чтобы В управлении Государством Были Представители Буржуазии Так У нас Есть Хорошо Представленная И в настоящее Время И тогда Исполнительная Власть Но Исполнительная Власть Исполняет Не только Волю Всего Народа А в первую очередь Конечно Интересы Господствующего Класса И Ленин Уже В своей Другой Работе Грозящая Катастрофа И как С ней Бороться Давал Рекомендации Что же Делать Буржуазному Правительству Там Ставился Вопрос Что не Надо Сотни Банков А надо Объединить В единый Государственный Банк Который Будет Подконтрольно Государству Там Надо Кроме Этого Предоставить Программу Чтобы Развивались Все Отрасли Крупного Машиностроения Как основа Любого Любой Страны И Ленин В этой Работе Написал Что же Надо Делать Рекомендации Как бы Для Буржуазного Правительства Но Буржуазное Правительство Ничего Не Делало И Тогда Пришел Другой Противоположный Класс Пролетариат К власти И Уже В 18 Году Вот Закрепил Можно Сказать Это Вторая Можно Сказать И Первая Конституция Ну А Когда Если уж Конституцию Только что Мы Отмечали Когда Объединились Советский Союз То В 24 Году Еще Приняли Конституцию Закрепив Вот Это Положение Что Есть Советский Союз Ну А потом Уже Была В 36 Знаменитая Сталинская Конституция И Вот Тут Когда Заходим Вот Как раз Портрет Сталина На календариках Именно С Конституцией 36 Года Ну И Последняя Конституция В 77 Году Была Когда Она Просуществовала До Контрреволюции 91 Года Большие Были Изменения Когда Уже Закрепили И президент Изменения Что Президент Советского Союза Которым Был Первый И Последний Горбачев И Уже В 93 Году Вот Шестая Конституция По которой Мы И сейчас Живем Ну Вот Газета Народная Правда Где У нас Самый Толковый Профессор Из Котех Кого Я знаю Профессор Попов Михаил Васильевич Он Правильно Делает Что Проект Конституции Советской России Где Иван Михайлович У нас Первый Зам Главного Редактора Под Редакцией Солодкина Была Опубликована К столетию Великого Октября Сработкина Слободкина Слободкина Да Вот И Это Заставляет Думать Над тем Проект Это Не Последнее О Проекте Вы Говорите О Проекте Которое Опубликовано В Газете Российской Общественно Политической Газете Народная Правда Где Вы В Каком Году Нет 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 В Прошлом Году Столетия Ничего Не Осталось От Проект Сработкина Проект Сработкина Я Говорю О Том Я О Том Говорю В Кладе Который Делают Делает Коллектив Вот Коллектив Делает То Что Она Ведь Самая Должна Быть Умная Газета И За Что Иван Михайлович Тоже Спасибо Как Первому Заму Поэтому Ни В Одной Газете Такой Проект Не Почитаешь В Газете Народная Правда Прочитаешь Но Это Ж Здорово И Вот Если Взять Так Как Развивался Капитализм Вот Мы Только Недавно В Крыму Открыли Памятник Петру Третьему Ну Что Можно Извлечь Какие Уроки Александру Третьему Я Оговорился Александру Третьему Закопали Другой Да Ну Вот Он Тринадцать лет Руководил Что Он Посмотрел Посмотрел Что Железные Дороги В основном Это Частные Дороги В казну Деньги Не Поступают Тогда Александр Третий Принимает Решение А Давайте Мы Сделаем Все Чтобы Это Были Государственные Дороги В казну Пошли Деньги Пошли Деньги Да Это Выгодно И Тогда Принимается Решение Построить Транссиб От Санкт-Петербурга До Владивостока Около Десяти Тысяч Километров Но Поскольку До Москвы Было Сделано 9300 До Владивостока От Москвы И Она Дала И Развитие Всем Регионам И Крупному Капиталу Госзаказ Мало Того На Железную Дорогу Были Поставлены В основном С Путиловского Завода Рельсы Паровозы Поскольку Много Английских Немецких Ходило Госзаказ Был Сделан Чтобы Российские Были Локомотивы И Разве Сейчас Это Вот так Посмотреть Ну Сейчас же Тоже Капитализм Правда Мы Пришли К этому Капитализму Нынешнему Капитализму Как мы Пришли И Мы Пришли От Более Высшей Формации От Более Прогрессивного Общественно Экономического Строя От Коммунизма В его Первой Стадии Социализм Пришли Назад Ну Образовался Опять Капитализм Ну Капитализм Должен Развиваться Потому что Капитализм Как надо Оценивать Для Социализма Ведь Только Если рассмотреть В целом Социализм Надо В первую очередь Как и Ленин Рассматривал Если Рассматривал Империализм Империализм В своей работе Как высшая Стадия Капитализма Он Рассматривал В первую очередь Не как Политическая А как Экономическая Составляющая Да И Если Социализм Опять Вот так По-ленински Рассмотреть То Социализм Когда был Построен Он Был Построен К середине Тридцатых Годов И Присуществовал До Шестидесятого Года И Работала Как Как Единая Фабрика Как Единая Монополия Как Единая Корпорация И Это Был План Который Досил Директивный Характер Обязательный К Выполнению Если Нарушался План Он Приравнился Что Значит Нарушается Закон А вот То что Вы Говорите А дальше Он Да Был Социализм Но Уже В 61 Году Можно Рассматривать Уже Пошел Новый Переходный Период О котором Мы Говорили Всегда На 22 Съезде Что Вычеркнули Как Сущность Диктатуру Пролетариата И Построение Общенародного Государства Говорил Что Или Диктатура Одного Класса Или Диктатура Другого Класса Никакого Среднего Никакого Народного Быть не может И кто Этого Не понимает Его Не только На трибуну Но и на собрание Опускать Стыдно Но Тем не менее Съезд Единогласно Принял Построение И пошел Переходный Период Который Продолжился До 91 Года Можно Было Поправить Конечно Можно Было Поправить Но При том Что Возглавлял Генеральный Сектарь Партии Потом Стал он Президентом Ничего Не сделал И предыдущие Разрушали Единую Монополию Единую Как Корпорацию И от Социалистической Экономики Все меньше И меньше Оставалось И в конечном Итоге Горбачев Разрушил Поэтому Вот Здесь Вот Наш Тот Путь Надо Конечно Разделить На Две части Мы Всегда Говорили Когда И выступал Товарищ Сталин Когда На 18 съезде 26 января 34 года И показывал Темпы Я их приводил В своей лекции Какие темпы развития Были в нашей стране В своей штатах Америки Китаю Сейчас Не сравнить Но Вот Прошел 19 съезд КПК Что он Показал В первую очередь Съезд Закрепил Построение Коммунизма Диктатуру Пролетариата В основу И плановая Система Экономики Если Посмотреть В мире То Как Вообще Выглядят Страны Ведущие Соединенные Штаты Америки Сейчас Дают Немногим Более 15% Валового Внутреннего Продукта Мирового Китая Около 16% И Это Ведущие Державы Ну Правда Вот Вчера Завели В очередной Раз В Америке Что Китай И Россия Угрожает Ну Россия Не то Что У него Все 2% Мирового ВВП После Государственного Монополистического Капитализма Конечно Будет Опять Социализм Но Его Может Родить Государственный Монополистический Капитализм Если Его Разрушить Никакого И социализма Не будет Если Не будет Наша Страна Развиваться И Перспектива Не будет Развалиться Как Советский Союз Развалился Хотя И при Другом Общественно Экономическое Строе Которое Можно Было Поправить Поэтому Вот Очень Важно Что Подчеркнуть Из нашей Историей Что Что Для Государственного Монополистического Капитализма Было Правильно Вот Мы Подчеркнули Что Александр Третий По Железным Дорогам Да То же Самое Если Взять Винные Изделия Он Тоже Возмущался Почему На Приемах Французские Немецкие Вина И В качестве Государственной Задачи Поставил Чтобы Развивалось Винное Виноделие В России И в Крыму Организовал И На всех Приемах Стали Российские Вина Ну Можно Оттуда Подчеркнуть Можно Подчеркнуть У нас же В Москве Принимают Закажем Стол Какое Вино Будете Пить Я говорю Какое-то Или Краснодарское Или Крымское Не Найдешь В ресторанах Москвы Чтобы Как правило Редчайший Случай Чтобы Нашли Там Москвичи Уже Привыкли Я говорю Ну тогда Давайте Снимаем Заказ Поехали В другой Ну Это же Дел Вот Александр Третий Давайте Подчеркнем Вот это Чтобы Развивался Государственно Монополистический Капитализм Если бы Развалилась Бы давно Наша Страна Если бы Продолжал Ельцин Руководить Или ему Или Как Либералы Которые Как На Украине Могли Болечь Под Американский Диктат И Проводить Как На Украине Там Какой Фашизм На Украине Американский Никакого Украинского Нет Давайте Вспомним Что такое Фашизм Фашизм Это Открытая Теоретическая Диктатура Наиболее Шовинистических Наиболее Реакционных Элементов Финансового Капитала Какого Конечно Американского Капитала И диктует Наша Все-таки Великая Страна И После Даже Развала Советского Союза Остается Самой Большой По Территории Если Взять Работу Грозящая Катастрофа И Как С ней Бороться То Вот Тогда Ленин Писал Когда Был Буржуазный Строй После Февральской Буржуазной Революции В июле 17 Года Так И Сейчас Вот Не только Публикуется В народной Правде Проект Конституции Не только Публикуются Какие-то Серьезные Вопросы Как надо Развивать Как и Ленин И Вот Какие Две Газеты Опубликовали Когда 15 Сентября Того Года Выступил На Закрытой Межведомственной Комиссии Совбеза России Советник Президента Академик Сергей Юрьевич Глазев Коммерсант Немного Опубликовала И Наша Газета По поручению Главного Редактора Я Выписал Меры Что же У Глазева Предлагается Какие Комитеты Создать Как надо Государство И Страну Развивать И Опубликовала Никакие Больше Газеты Не Опубликовали Ну Мы Что Вот В формате Мы Собираемся Конечно Мы Должны Вырабатывать Какие-то Проекты Мир Для развития Нашей страны Ну и Понимая Как должно Развиваться Капиталистическое Общество При государственном Монополистическом Капитализме Я Напомню 16 Января Была Была Записка Президенту Я Напомню Какие Положения Я Зачитаю Записку Записка О мерах По повышению Темпов Экономического Роста Уважаем Владимир Владимирович Просим Принять Следующие Меры Необходимые Для повышения Темпов Роста Отечественной Экономики Первое Поручить Академии Наук Российской Федерации Министерство Промышленности Торговли Министерство Экономического Развития Разработку Программы На 10 лет Состоящей Из плана Развития Государственного Сектора И Системы Государственных Заказов Предприятиям Негосударственного Сектора Экономики Ну вот Эти вопросы А их 7 7 Неотложных Мер Которые Написали Обсуждали И тогда Я показывал И сейчас Вот это в архиве Письма лежат Президента Много Было Звонков И обсуждений У Михаила Васильевича Потому что Подписал Президент Фонда Рабочей Академии Главный Редактор Российской Газеты Народная Правда И я подписал Как исполнительный Директор Фонда Рабочей Академии Подписал Вот это Эту записку И Один Из тех С кем Мне И мне пришлось Обсуждать И на старой площади Тюканов Николай Николаевич Стал Это тогда Я еще на старой площади Обсуждал А сейчас Он представитель Президента По северо-западному Федеральному округу Все с пониманием Но Пока не поручили Я жду Вот сегодня Была пресс-конференция Всегда пресс-конференция Была После Послания Президента Федеральному собранию Но вот Послание президента Будет Я думаю Я надеюсь Что вот эти Меры О которых мы Писали Они войдут И не случайно Газета Народная правда Сейчас в проекте Уже заложено Чтобы опубликовать Эту записку Для того Чтобы влиять На буржуазную Власть Которая сейчас У руля Второе В программе В программе Предусмотреть Норму Амортизационных Амортизаций Из расчета Не более 10 лет Службы Средств производства И уголовную ответственность За нарушение Этой нормы Как За подрыв Экономики России Вот Тоже Именно наше Движение Во главе С Михаилом Васильевичем И Галко Виктор Иванович Написали Тоже По поводу Амортизационных Отчислений Что Это тогда Когда Рушились Наши Многие Предприятия Заводы Что они Отчисляются Амортизация По норме Эксплуатации Они разрушаются И конечно Очень правильно Влиять На Ту власть Тоже Были ответы Многочисленные И Ректор Наш Молодец Участвовал Вместе С Михаилом Васильевичем Поповым Ну Это же Чуть-чуть По капле Но идет Третье Установить Норму Накопления Из которой Непосредственно Зависит Темпы Экономического Роста Для государственных Предприятий 80% Прибыли Для предприятий Негосударственных Сектора 60% Прибыли Предусмотреть Административную Уголовную Ответственность За нарушение Этих норм Ну Раз Это Буржуазная Власть Не может Вести Это же У нас Не так Много Выбора Или же Нас Как и Сталин Говорил Если мы За 10 лет Не пробежим То что Пробегали За 100 лет Нас Сомнут И уничтожат Актуальность Сейчас Вот мы Успешно Благодаря Нашему Верховному Главокомандующему Успешно Провели В Сирии Операцию Война Завершилась Конечно Локально Еще Какие Будут Там Стычки Но Мы Оставляем Две Базы Американцы 11 баз Оставляют И не случайно Говорят Подавляющая Была Наша Роль И мы Выиграли И Трамп Это Превозносит Как Его Победа И В целом Нас Везде Обкладывают Где Были Стран Варшавского Договора Там Блок НАТО Где Были Стран СЭФ Это Евросоюз И Давид Если Посмотреть По Темпам Роста На 19 Съезде КПК Звучало Что Темпы Роста В Китае 6,7 Десятых Если Средние Три У развитых Стран Соединенные Штаты Америки Дают 3,5 Процента Роста Заключены Очень крупные Контракты Со Многими Странами Которые Позволяют Развиваться Ну вот В нашей Стране 2% Ну то есть Что мы Отстаем От Среднего Уровня Если мы И дальше Будем Отставать Это чего Что это За Рост Рост ВВП Рост ВВП Он может быть От того Что китайцы Древесину Вывозят Рост Промышленного Производства Это Валовый Внутренний Продукт Это Туда Куда Все валится Рост Промышленного Предприятия В России Отрицательный Отрицательный И Производство Средств Производства Иван Михайлович Он Патриотично Настроен И производство Средств Производства Для средств Производства Никто Это Сейчас Поставили Задачу Ведь Это Глазев Предложил Меры Но Были И другие Предложения Правительственный Блок Разрабатывал Разрабатывали Другие Блоки Что-то Наработали Но Потом Пришли К цифровой Экономике Ну Цифровая Экономика Это Еще Надо Осмыслить Ее Но В цифровой Экономике Это Тоже Цифры Сколько Мы Станков Будем Если Программу Поставили Импортозамещение А сколько Будет Выпускаться Станков А сколько Мы будем Крупно Рогатого Скота Вообще У нас И сколько Будет Сколько Зерна Для Крупного Рогатого Скота И сколько Для Нас Жителей Сегодня Даже Одна Из Новосибирска Предложила Вот Владимир Владимирович Мы Очень Много Собрали Зерна И Оно Не Востребовано Вот Не Знаем Куда Девать Да И Уже Продают Он Правда Спросил В два Раза Меньше Цены А Какой Цены Рыночной Вы Имейте Ввиду Или Какой То Другой Или Себестоимости Но Она Что Предложила Может Плановое Хозяйство Ввести Вот Пожалуйста То есть Народ Нет Это Вот Из Новосибирска Предложила Путину А И Действительно Вот Если Посмотреть Что У нас Чуть Больше Месяца Назад Наш Губернатор Георг Сергеевич Полтавченко Был Вынужден Обратиться К Президенту Что Может Без хлеба Остаться Санкт-Петербург Потому Что Под руководством Дворковича Вагоны Порезали Не на чем Довести Потому Что Плана Нет Сколько Надо Вагонов Сколько Зерна Сколько Куда Пойдет Поэтому Вот Из Новосибирска Это сегодня Предложила Очень правильно Может Быть На государственный Сектор Экономики И будет И план А на Остальный Госзаказ И По Накоплению Конечно Надо оставлять В Россию Не вывозить За рубеж Государственный Монополистический Капитализм Чтобы Это была Создана Материальная Крупная База Для построения И будущего Социализма И мы Этот вопрос Рассматриваем Четвертое Ключевую Ставку Рефинансирования По кредитам Центробанка Установить Не выше Чем в США От 0,5 До 0,75 Процентов Банковскую Маржу По кредитам Центробанка Установить На уровне 1 Процента Сегодня Прозвучало В пресс-конференции Ставка Рефинансирования Составляет 8,25 То есть А когда-то Помните 18 Потом До 10 Дошло А сейчас Уже Меньше 10,8 25 Так вот К этому Мы идем Но чтобы До этих Предложений До этих Мир Дойти Мы понимаем Это Очень Долго Будем А если Так То Получается Так Что мы На Мировом Рынке Где Будут Брать Деньги В Америке Где Вот такая Ставка Рефинансирования Где Маржа Ограничена Где Гораздо Выгоднее Кредиты Взять Там Будут Развиваться А мы Будем Вяло Текущую Экономику Иметь Пятое Вести Вести Прогрессивную Шкалу Налогообложения Это Разве Не актуально И будет В народной Правде Еще Опубликовано Вот Именно Сейчас Мы Должны Влиять Если У кого-то Будут Еще Предложения Пожалуйста Давайте Предложения Как Должен Развиваться Государственный Монополистический Капитализм Также Было Затронуто В записке О Шестичасовом Рабочем Дне И Также Было В записке Седьмым Пунктом Реализовать Меры Предложенные На Совбезе России В докладе О Неотложенных Мерах По отражению Угроз Существования России Советником Президента Академиком Глазиум Можно И другие Поэтому В нашем Формате У кого-то Есть Какие-то Еще Предложения Миры Давайте Обсудим Предложим Чтоб наша Страна Развивалась Это будет Серьезный Шаг Для развития Государственного Монополистического Капитализма А это Преддверие Будущего Более Прогрессивного Общественно Экономического Устроя Социализма И Надо Сказать Что такое Социализм Это Сказал Очень хорошо Сформулировал Ленин Единая Капиталистическая Монополия Но Обращенная На пользу Всего Народа И Потому Переставшая Быть Капиталистической Монополией Означало Социализм Поэтому Когда Идет Сращивание Когда Идет Вот Это Монополии Объединяются Поэтому Конечно Перерасти Уже Чтобы Была Единая Государственная Монополия Но Обращенная Всего Народу И Был бы Социализм Это Конечно К этому Мы Идем И мы Находимся В преддверии Социализма Спасибо за Внимание Так Товарищи Вопросы Значит Товарищи Вопросы Ну Как лекция Начинать Поставить Тому Вопросы Межплеменные Воины Были Или Нет А Междоусобные И феодальные Нет Подожди Ну Ответите Были Да Или Нет Скажите Ну Конечно Воины Все Так Каково Ближайшее Будущее Население России Товарищ Чижевский Спрашивает А что Вы Подразумевает Товарищ Чижевский Под Населением Россия Вот у Путина Все Хорошо Он Эффективный А у меня Каждый год Эти 27 лет Все плохо И все Хуже И вот И мое Предприятие Всесоюзной Милерной Аппаратурой Опытный Завод 5000 Человек Чего Осталось 500 Человек Так Как Ну Ну Совершенно Правильно Совершенно Вы Правильно Если Так Посмотреть То За Последние Три Года Вот Долларовых Миллионеров В Нашей Стране Увеличилось На 10% Долларовых Миллиардеров Увеличилось На 11% А вот Общее Обнищание Народа Минус 10% То есть Конечно Вот этот Диапазон Растет Ну За полтора Года Бедные Должны Ну Потому Что А мы Об этом И говорим Мы же Сейчас Мы Живем При Государственном Монополистическом Капитализм И мы Говорим Что Надо Сделать Капиталистам Чтобы Не как После Февральской Буржуазной Революции Рухнули Вот эти Почему Мы возвращаемся К этим мерам Почему Мы возвращаемся К ленинской работе Грозящая Катастрофа И как С ней Бороться Да Потому Что Ленин Тогда Писал Рекомендации Как бы Буржуазному Правительству Которые Не Реализовывали Эти Меры И Пришел Другой Общественно Экономический Строй И была Диктатура Пролетариата Так и Сейчас История Повторяется И сейчас Только Не Ленин Пишет А Президент Фонда Рабочей Академии И я вместе с ним Пишем Буржуазной Власти Все то же самое Как тогда Грозящая Катастрофа Как с ней Бороться И чтоб Вот эту Катастрофу Не допустить Сейчас Пишем Рекомендации А если Буржуазная Власть Не Справится Конечно Разделяйте Что Путином А что Редовому Населению А то У вас Путин И Путин Тоже Переживает Что Реальное Содержание И Обнищание Народа Он не будет Отрицать Поэтому Мы Вырабатываем Меры Если У вас Какие Меры Хотите Чтобы Развивался Государственная Монополистическая Предлагайте Меры Давайте Как Ленин В грозящей Катастрофе Как с ней Бороться Предлагал Предлагайте Давайте Думать Вместе Сообща Что еще Предложить И тогда Это будет Материальная Основа Как мы Сказали Социализма Тоже Дискуссия Пошла Так Все Вопросы Все Нет Я Хотел Высну Ну Записываться Надо Ну Хорошо Это Значит Первый Записався Егор Иванович Пожалуйста Так Егор Иванович Так Вы только Встаньте Вот сюда Хорошо Борис Николаевич Давайте Сейчас Окунемся В атмосферу Прошлого Времени Вернемся На 100 лет И 4 месяца Назад Представьте Себе Такую Картину Середина Лета 1917 Года Прошли Июльские Дни Рабочую Демонстрацию Расстреляли Рабочие Повсеместно Бастуют На заводах Создаются Отряды Красной Гвардии При помощи Поддержки Большевиков Венин Пишут В июле Грозящая Катастрофа И как с ней Бороться Знаком Конечно Пишут Эту работу И вот На одной Из демонстраций Где-нибудь В центре Петербурга В окружении Рабочих В окружении Красногвардейцев В присутствии Своих Однопартийцев Любых Даже Реакционных Социал-демократических Или либеральных Партий Троцкий Или Свердлов Я не буду Ленина приводить Пусть Пускай Троцкий Мы его все Не любим Троцкого Давайте Выходит на трибуну И хвалит Керенского Вот представьте себе Такую картину Троцкий Не мог Хвалить Керенского Ну Я В этом Хоть Я люблю Троцкого Ну Представьте Вот Он говорит Вот с таким Премьер-министром Наша страна Будет развиваться Ленин Или Ну Хорошо Не Троцкий Ленин Или Свердлов Говорит Вот с таким Премьер-министром Мы будем развиваться Мы будем Великими Прогрессивной Буржуазной Державой Почему Вы хвалите Буржуазных Авторитетов В присутствии Тысячи слушателей Среди которых Есть рабочие У вас выступления А потом Я Хорошо Вы потом Ответьте Вот я вам Сейчас Вопрос Зачем Ну Хорошо Вы Спрашиваете Какие Конструктивные Предложения Можно Для Развития России Давайте Предлагать Давайте Предлагать Развивайте Российский Комитет Рабочих Развивайте Пропаганду Среди Рабочих Пропаганду Коммунистических Марксистских Идей Пропаганду Забастовки Помогайте Рабочим На предприятиях Организовывать Забастовочные Комитеты И поднимайте Борьбу Поднимайте Борьбу Заводов И фабрик Как это И должно Быть Создавайте Советы Заводов И фабрик Через Комитеты Других Коллективов Все Как Было В 17 Году Как Было Во всех Конституциях До того Как Советы Как Форма Власти Не Уничтожили В 1936 Году Сталинской Конституции Зачем Нужно Поддерживать Каким-то образом Буржуазную Власть Хотя бы На словах Вы говорите Что При таких Как Ельцин Развалилась Россия Да не Развалилась Она Она Бы не Развалилась Если Были Такие Как Ельцин Потому Что Одна И Та Же Буржуазная Власть Стоит А не Важно Какая Шапка Над Ней Какая Политическая Настройка Ельцинский Путинский Строй Это Один И тот Же Политический Строй Это Одна И Та Же Общественная Экономическая Формация И Они Ответили Открытой Террористической Диктатурой Каждому Кто Заикнулся О сепаратизме Хоть при Ельцине Хоть при Путине Это Любая Буржуазия Защищает Своё господство Она Не заинтересована В том Чтобы У неё Оторвали Часть Земли Поэтому Всё Вкладывать Одного Человека Ставить Его Над Классами Как Божьего Помазанника Это Как Минимум Неправильно И уж Тем более Это Неправильно Говорить На всю Страну Рабочим Которые Слушают Нас Которые Нас Понимают Спасибо Спасибо Большую Докладчику За то Что Он Нам Дал Некую Картину В Которую Ориентируется Но Она Надо сказать Неполная Потому Что Мы Сейчас Находимся В Ситуации Деиндустриализации Потому Что Пролетариат Вот Как Создатель Материальных Влаг Материальные Влаги Я сейчас Перечислю Это Сырьё Материалы Инструменты Оборудование Приборы И Транспорт Шесть Позиций Как минимум Плюс Продукты Потребления Непосредственно Для человека Значит Из всех Вот этих Перечисленных Позиций У нас Осталось Только Сырьевые Мы Как Сырьевой Придаток Поэтому Тот Базис Социализма О котором На который Хочет Опереться Уважаемый Докладчик Находится Только В Китае Потому Что Китайцы На сегодняшний День Имеют Относительно Полный Базис И Еще Северная Корея Которая Работает В концепции Чучхэ Мы Потеряли Всю Свою Промышленность На сегодняшний День Созидающая Вот этот Перечень Всех Метизм 61% Все Все мы Потеряли И Надо сказать Отдать Должное Нашему Идеологическому Братенику То есть Крупному Капиталу Монополистическому Он Работает На Декласси Декласса Как это Деклассификацию Населения Расси Отсутствует Пролетариат Капиталу Сносительно Да Понимаете Какая штука Происходит И Это Продолжается Потому что Среди Методов Власти Методов Реализации Власти Существует Пять Всего Значит Подкуп Обман Внушение Насилие И Только Одно То Что приемлемо Для Коммунистического Мировозрения Это Убеждение Но для того Чтобы Кого-то Убеждать Нужно На полную Правду Потому что Как это Некая Простота Хуже Воровство Поэтому Такое Редуцирование Или упрощение Вот Слава богу У нас Есть Путин Он Разумный Человек Но Уже Сегодня Вот Я Свой Внимательно Слушаю Путина Значит У него Есть У него Нету У нас Даже Зерно У нас Элеваторов Нету Как Обычно Это То Что Еще Хрущев Волонтористские В целине Сгноили Зерно Улетела Земля Эрозия Почвы Понимаете Какая штука Нельзя Вот так Шашка Захидали Это Если Мы Будем Так Подходить Что Ура Здравствуйте Мы Находимся В стадии Государственного Монополистического Капитализма И Следующий Шаг Сразу Счастливое Будущее К сожалению Придется Нам Хлебнуть Вот Это Дерьмо Полной Лопатой Понимаете Изначально И Строить Надо Партию Ленинского Типа В чем Она Отличается От Партии Пуржуазных Она Не Носит Клубного Характера Она Носит Характер Подготовки Политических Предпосылок Ведь Что Такое Революция Семнадцатого Года Да Был Базис И Оставалось Создать Только Политические Предпосылки И Ленин Этим Занимался А Сейчас Нас Лишили Базиса Если Мы Будем Заниматься Политическими Предпосылками Только То Надо Это Делать Умно Начиная С Аренда С Реализации К Созданию Самого Рабочего Класса Ну Я По мелочи Тут Задавал Вопросы Насчет Между Племенных Воин Междуусобных То есть Существует И внутриклассовая Конкуренция И воины Более того Извините Понятие Классов Возникает Только При капитализме Само Понятие Класс В социологии Потому что Ну Об этом И Адам Смит Там И прочие Социалисты Предтечек Карла Маркса Карл Марк Говорит Не я Изобрел Классы Понятие Класс Появляется Очень поздно А если Говорить о том Что есть Группа Эксплуататоров Эксплуатируемых Это другой вопрос То есть Например При матриархате Кто был Кто относился К группе Эксплуататоров Давайте ближе К теме Лекции Все Спасибо Извините Так Ну Давайте Только Просьба По теме Лекции Да По теме Только по теме Да Так что Мы Благодарим Дарья Николаевич Что Он нам Предоставил Такую Возможность Подискутировать Но Хотел напомнить Вам Борис Николаевич О том Помните В 2013 году Была конференция О Сталине Где мы докладывали Что Сталин За 4 года Была Пятилетка Пятилетка В 4 года Выполнили Создали И так Вторая Все Сейчас же За 27 лет Мы только увидим Что мы Идем Все ниже Ниже Вот сами же Сказали Ниже Ниже А когда-то Будет А никогда А тогда Будет Только Когда Будет Взята Рабочим Классом Власть Когда Будет Хозяином Рабочий Класс А так Беспонежно И я Хотел Поправить По поводу Советов Советы Фактически Или это Коммунизм Фактически У нас Был Всего С 18 Фактически До 1936 Года Когда Соблюдался Основной Принцип Коммунизма Выбор От Депутатов От Фабрик И заводов И когда В 1936 Году Принимая Вот как Борис Николаевич Сказал Новую Конституцию Сталинскую Которую Мы говорили Всегда Она Лучше Всех В мире Была Допустили Отход От Формирования Советов По Производственному Избирательному Принципу То есть Не совсем Отпустили Располовинили Этот принцип Коммунистический Этот принцип Основной Располовинили Избирали Депутатов От Фабрики Заводов А Закрепляли За Территорией И Если До 1936 Года Было Тысячи Отзывов Были Не нравится Иванов Там Загулял Там Прикарманил Что-то Или Вообще Ничего Не делает Иванов Выходи На заводе Собрались Квором Собрали И отправили Петрова Туда Он должен Знать Работать Вот Что-то Случилось Почему Ну Это пока Еще Некоторые Говорят Что Наше Правительство Думает Что уже Построили Коммунизм Поэтому Нам уже Можно И так Упростить Этот принцип Поэтому И формально Уже Еще Еще Где-то Около Пятьдесят Лет То есть Примерно Если Первые Советы Иваново-Зисенские Действительно Были Первый Городской Совет Рабочих Депутатов Иваново-Зисенские Были первые Они Продержались 72 дня Здесь С учетом Фактического Формального Времени 72 года То есть Есть Рост В этом отношении Но вот Уже Раз Мы Утеряли Это Все И сейчас Мы Видим Что идет Плоховато Что Надо Снова Создавать Советы А Над Этим Вопросом В основном Занимается Только Рабочая Партия России Поэтому У нас Проводится И РКР Российский Комитет Рабочих Два раза В год У нас И Работает Огромный Коллектив Фонд Рабочей Академии И для Этого Нужны В первую очередь Как вот Писал Ленин Что Нельзя Вполне Понять Капитал Маркса Особенно Первую Главу Не Поняв И не Проштудировав Сейна Уф Логики Гегеля Поэтому Никто Из Марксистов Не Понял Маркса И Полвека Спустя То есть Вот Уже Как Михаил Васильевич Говорил Однажды На занятиях О том Что На наш Сайт Фонда Рабочей Академии Где Идет На Ютьюбе Наук Логики Уже Вышло Более 200 тысяч Человек То есть Идет Огромный Интерес Проявляется К тому Чтобы Поднять Свой Уровень Знания Особенно На Диалектики Все Спасибо За Внимание Всего Хорошего Так Я Как Воспользующий Правом Ведущего Тоже Скажу Два Слова Во-первых Спасибо Большое Борису Николаевичу Он Позаготовился Но К сожалению Не совсем Соответствую Разъявленной Теме Его Выступления И тут Нельзя Не сказать Все-таки Я позволю себе Три примера Провести По Деятельности Владимира Владимировича Путина О которых Я знаю Не по Это Фактически Грубокий Загнив И Если не сказать Уничтожение Политехнического Института И Так сказать И Не только Его Эта ситуация В общем-то Очень похожая Во всех Высших Учебных Заведениях Достаточно Погуглить Посмотреть На Политехнический Институт Найти там Ректора Посмотреть На его Фотографию Но это Честное Высокоинтеллектуальное Лицо Чтобы стало Понятно Что там Такое творится И Как там Все это Компонуется Когда я еще Работал Последние времена В политехе И уничтожалась Наша кафедра Колесных И гусеничных Машин Крупнейшая Кафедра Политеха Я Ходил Три раза В Политическое Представительство Президента Первые два раза Меня там Доброжирательно Встретили В третий раз Уже там Женщина Очень так Это Я просился Непосредственно Спортпредом Встретиться Это В жесткой форме Было отказано У вас Проводится Оптимизация Я говорю Простите Я знаю Что такое Оптимизация По какому критерию Проводится Оптимизация По критерию Уничтожения Фактически Вот Потом Повпред Приехав Здесь какое-то Время В политех Ходил Там Обнимку С ректором Ректор Бурнагражден Путином Орденом Заслуги Передотечественной Второй степени Как Остряки Местные Утверждают На обратной Стороне Этого ордена Выбита За победу Над Герасимовым Вот И В общем-то Здесь никак Не сказать Что это какая-то Банда либералов Там отдельно Если Путину Дать больше Порномочий То он Это все Развернет Это результат Убеждений Путина Возможно Это результат Просто того Что он хочет Упростить Все Потому что Сейчас Короссальная Бюрократизация Чтобы отделить Плохого Преподавателя От хорошего Заполняешь Простыню С гарочками И сразу видно Кто хороший Преподаватель Кто плохой Но у нас На кафедре Совершенно Анекдотичная Я хочу сказать Что вот люди В политехе Старые политехники Просоветские Так сказать Настроенные Они к Путину Относятся С крайним Раздражением Новые политехники Которых мало Очень Они так Формально Вроде бы Очень рояльны Но вообще говоря Они очень Через губу Тоже к Путину Относятся И вообще говоря Реально Конечно Они ориентированы Туда на запад Это первое Второе Известна вам ситуация С Стролицким заводом Имени Воскова Продажа его Американцев Курировала Матвиенко Валентина Ивановна Которая вообще говоря Криатура Путина И несмотря на все Наши попытки Писать и так далее И выпуска газеты Воз и ныне там И сейчас в России Есть два вида инструментов Как сказали Которые пары французов Это Дорогой европейский И плохой китайский Русских инструментов Нет Завод имени Воскова Наряду правда С Новосибирским Одним заводом Но он покрывал Последности Здесь в инструменте Если скажем Станки В случае эмбарго Они могут работать Десятки лет То инструмент Есть такой Который на хороших Материалах Сгорает за 15 минут Работы Не китайские И не обязательно китайские Вот Это разные есть материалы Разные скорости резания И здесь можно И Завод имени Воскова Уникальный инструмент Выпускал Там и счастью Теплится жизнь По крайней мере Еще совсем недавно Теплилась Фрезы для РЖД Выпускали Но в целом Это Можно сказать Он уничтожен Третье Выступление Собянина Тоже так сказать Ясно Что это не от либераров Не от Чубайса Человека А от Путина Что в России На селе Сколько-то там Миллионов Я уже забыл Лишних людей Это в чистом виде Психология Корнеального князька Который Поставлен Иностранцами И которым Этим иностранцам Не нужны люди Нужна территория Территорию Надо отдать Европейским Там американским Израильским Агрофирмам А аборигены Там они Не очень нужны В Израиле Тоже припекает Сейчас Со всякими событиями Надо сюда Переселяться Нужна земля Народ на ней Не нужен Это вот Конечно не шутки Это не шутки Такие заявления Что на селе Сколько-то там Миллионов лишних людей Это очень жесткое заявление И в общем-то Никакой реакции Не последовало Собянина На своем месте И все как хорошо Но я могу сказать Про оборонно-промышленный Комплекс Я не знаю Там может В авиастроении Где меня нет Там может и хорошо Но то что я вижу Вокруг себя Там тенденции Деградации Не приромлены пока Может в этом Есть моя скромная заслуга Конечно я мало работаю Но тем не менее Вот Я думаю Есть люди С большей ответственностью Ну и два слова Все-таки По теме лекции Значит Учение ленинское Об империализме Что грозит Что империализм Вот это последняя стадия Капитализма И после него Будет только уже Коммунизм Или социализм Как коммунизм В своей первой фазе Что из этого вытекает Из этого вытекает Что никакого там Постиндустриального общества 117 технологического украда Нет и быть не может Говорят вот роботы 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 На предприятии Хюндая Машину Автомобиле строительном Там роботы Сваривают На предприятии Форда Руками Сваривают Производительность Там выше на 10% Во времена Карла Маркса Когда он писал Капитал Производительность Рассказала так Маркс в Капитале Не знаю Считали или нет Там описывает ситуацию Когда 12 рабочих На оборудовании Производили 48 тысяч Иголок За смену Через пару лет На другом оборудовании Три женщины За смену Производили 600 тысяч Иголок Вот это был Рост производительности Труда Это была Промышленная Революция Сейчас ничего Подобного нет Мы все гнием Вот в этом Империализме И гнием Гнием И пока Так сказать Рабочий крас Не поднимется Никакого конца Края Этого не будет А почему Рабочий крас Не поднимается В том числе И главным образом Потому что Он не знает Куда идти А не знает Он куда идти Потому что Коммунистов Практически сейчас Ни в мире Ни в России Почти нет Очень узкий слой Крайне узкий слой Который знает Что делать И до рабочего краса Эти идеи Не донесены Ярчайший пример Здесь Может служить Новороссия Где люди Получили в руки Оружие И что с этим оружием Делать они не знают А вот Путин Дай нам выборы Вот как будут выборы Мы пойдем Проголосуем Вот есть у нас И коммунисты Там и всякие Разные Но за них проголосуем Будут нами выродить По заводам Самоорганизоваться Рабочим Такая мысль Самим по себе В голову прийти не может Впрыснуть эту мысль Задача коммунистов С которой пока Они не справляются Загнивание империализма Проявилось в частности В крайне негативном отношении К президентским выборам То есть Сейчас мы что видим Мы видим Что в последние десятилетия Президентские выборы Представляют у себя Неприкрытую клоунаду Что в Америке Где начиная с 2000 года Когда если вы помните Там была эта ситуация Когда горбуша Рыба-горбуша Там долго глядили И судили по понятиям Кому присвоить победу На выборах Гору или бушу Что последние выборы В Соединенных Штатах Совершенно Краунацкий характер носили Что наши выборы Грядущие С удвижением У всяких там Случайно в России Я не буду говорить Что Путин Худший вариант Для России Может и не худший Может быть еще Быть хуже Здесь я могу согласиться С Борисом Николаевичем Хуже может быть Вот И вообще такая позиция Что хуже уже некуда Она обычно Кончается тем Что становится еще хуже Вот Но и тем не менее Уповать на Путина Это совершенно Занятие пустое Ничего этот правящий Крас не сделает Он завязан На ту же Америку Там у многих Даже у сподвижников Путина И недвижимость На западе И дети у них На западе И лечатся они На западе И жены у них Рожают на западе И все это Так сказать Это мерка некая Ну а здесь Это место Зарабатывания денег Россия Так что поэтому Здесь вот надо Я думаю Вот из ленинского Вот этого поражения Что империализм Это последняя стадия Капитализма И после нее Будет только социализм Нам сделать правильные выводы И сосредоточить Свою работу Своё время Которого у нас Очень мало И свою жизнь Которой тоже У большинства Здесь присутствующих Уже не очень много А старость Да и у молодых Тоже немного А старость Это быстро Время пролетит Хоп Вам уже партийник Это моментально Вот Так что поэтому Надо жизнь Свою прожить С пользой И польза Это в развитии Рабочего класса Который только И сможет взять В раз Свои руки И повести Россию По пути возрождения А не деградации Значит на этом все И Борис Николаевич У заключительное слово Спасибо что вы Откликнулись И такая у нас Дискуссия И обсуждение А где еще Вот В нашем формате Что-то можно И вырабатывать Что-то И думать Когда Рассуждаешь И думаешь И дальше продолжаешь Думать Если не прикасаться К этим вопросам Ну и не будешь думать Если говорить О государственном Монополистическом Капитализме И преддверии Социализма То Мы По государственному Монополистическому Капитализму Говорили Что конечно Родится Социализм Но он Родится Он должен Родиться Здоровый И развитие Идет И От Не части К целому А от целого К целому И ребенок Рождается Маленький Но целый Если мы Развалим Не будем Развивать Нашу страну В рамках Государственного Монополистического Капитализма И не родится Будущий ребенок И не будет Нашей страны И не будет У нас будущего Надо сделать Сейчас Капитализм Чтобы он Не был Архаичным То есть Отсталым А был Современным Капитализмом Для этого Вырабатываются Для этого Вырабатываются Меры Которые Предлагаем Что касается Что Может Конечно Но Пожалуйста Я Призываю И рабочее Держание В профсоюзах На РКР Пожалуйста Вырабатывайте Меры Давайте Что поразвивался Государственного Как Выпуск Книг Мое Заключительное Слово Давайте Как в суде Все уже Проехали Значит Что касается Иван Михайлович Выпускник Политех Прошел Но Кто Мешает Предложить Те же Меры Что Надо Выйти Из Болонского Процесса Не надо Готовить Недоучек Не надо Чтобы Магистры Только Там В основном Платные Шли Туда И Только Могли То С кошельками Их Финансировать Надо Отказаться От цитирования Что в наших Вузах В том числе Политех Один из Критериев Это Цитирование Взарубежных Источников Во-первых Все умные Мысли Утекают Туда Во-вторых Мы Где Отслеживаем Где Секретность Где Несекретность Часто Проскакивают Идеальные Какие-то Мысли И идеи Уходят Назад Потому что Попробуй-ка Если умную Мысль Процитируют Не процитируют Все Этот Ученый Не будет Вообще Оценен В своем Родном Вузе Вот у нас Толковый Профессор Попов Толковый Профессор Казенов Огородников Много Много Толковых Много Толковых Которые Вообще Вырабатывают Что-то Их цитируют За рубежом Нет Если бы они Уже Свой фундамент Такой Не заложили А были Вот такие Толковые Ну молодежь Все Они бы Были и докторскую Не защитить Он как сейчас Филиппов Да защищал Сравнивал Сталина И Гитлера Что это Примерно Одно и то же Нашу страну Обливал Но один из критериев Был На докторской Диссертации Он очень много Цитируется Он очень много Публикаций На западе Да конечно Они будут Публиковать Изе Против нашей Страны Поэтому Иван Михайлович Право есть Вырабатывать И эти меры И другие Меры Поэтому Мы должны Мы должны Родить Здорового Ребенка Из капитализма По другому Он не родиться Надо Развивать Капитализм Нету Темпов Развития Крупного Машиностроительного Комплекса Деиндустриализация Прошла Нету Индустриализации Да конечно Для этого И меры Пишутся Для этого Мы переживаем Для этого Мы Своё Личное Время Здесь Обмениваемся Чтобы Развивался Государственный Монополистический Капитализм Который Будет Предверием Социализма Спасибо Следующая Тема Юрков Кирилл Валерьевич Будет У нас Это Диалектика Революции Диалектика Революции Гректор Кандидата Кнических Наук Юрков Кирилл Валерьевич Следующая Следующая Революция Следующая 19 Часов Всё Товарищи Всё Продолжение следует...